Прямо сейчас поведу о том рассказ, как Тбилисская Динамо Нодара Парсадановича Ахалкаци добыла второй триумф в своем седьмом финале Кубка СССР 1979 года. Кого по пути к этой знаменательной победе грузины побеждали. Про сам ход турнира, его решающие матчи и, конечно же, напряженнейший финал с московскими одноклубниками. Имена триумфаторов, среди которых герой финала Атар Габелия. Поехали! Кубок Советского Союза 1979 года стартовал с зональных турниров, которые проходили в восьми группах с 28 февраля по 12 марта. Действующие чемпионы тбилисцы все матчи играли на своем родном стадионе, где при горячей поддержке своих болельщиков одного за другим обыграли таких соперников. Динамо-Ленинград 2-1, Заря-Ворошиловград 5-0, СКА Ростов-на-Дону 2-1, Торпеда-Кутаиси 3-0, Уралмаш-Свердловск 2-0. И вот что писала советская спортивная пресса по этому поводу, цитирую советский спорт. Г. Акопов «Отнюдь не склонен превозносить чемпиона, но думаю, что сегодня его игру выгодно отличают особенности, весьма редкие для столь раннего времени года. Тбилисская Динамо показывает скоростной, комбинационный и результативный футбол без какой-либо акцентированной подготовки. Просто приносят свои плоды, ставшие обычными, повышенные объемы нагрузок и стремление тренеров команды зиму проводить не в зале, а на футбольном поле». Конец цитаты. А результаты, как говорится, налицо. Динамо Тбилиси уверенно выиграла свою зону со стопроцентным результатом и вышел в четвертьфинал советского кубка. А вообще-то почти все победители зональных турниров завершили их без поражений. Динамо Киев в Лес-Элидзе, Памир Душанбе дома, Динамо Москва в Чемкенте, Московский Спартак в Сочи, ЦСКА в Адлере, Львовские Карпаты в Армении. И только крылья советов в Крыму познают горечь поражения, обойдя местную Таврию и Симферополя при равенстве очков только по дополнительным показаниям. Как раз куйбышевские крылья советов и поехали в четвертьфинальные гости в Тбилиси, где у них не было ни единого шанса взлететь в полуфинал. Преимущества грузин подавляющее, что и не удивительно. 50 тысяч зрителей яростно поддерживали чемпиона в его атакующих начинаниях. Гол красавец Вахтанга Каридзе головой на 10 минуте поднял всех на ноги, а шедевр метров с 30 со штрафного в исполнении Манучара Мачаидзе на 57-й и вовсе привел в восторг зрителей на стадионе Динамо. После чего грузины явно расслабились, но свои ворота на замке все же удержали. 2-0. В других четвертьфиналах имели такие результаты. Московская Динамо разгромила Спартак 3-0. Хотя, кто его знает, как бы завершился матч, забей Владимир Букиевский гол в раздевалку с пенальти, стало бы 1-1. Но голкипер Московского Динамо Николай Гонтарь 11-метровый отразил. А после перерыва к голу Николая Латыша добавились результативные удары Алексея Петрушина и Александра Максименкова. Динамо Киев в Мукачево 20 марта 1979 года проиграл ЦСКА 0-1. Единственный гол во встрече, изобиловавший борьбой, был забит после неудачного розыгрыша штрафного, когда киевляне стали выяснять между собой, кто из них виноват. Армейцы быстро доставили мяч к Динамо Штрафной и Александр Колповский нанес точный удар. Мяч о штанге залетел в сетку ворот Юрия Роменского. Дальше ни Олег Блохин, ни Владимир Бессонов, ни Владимир Лозинский еще так и не сравняли. Что трудно было сделать на тяжелом поле, которое сушили перед матчем зависшие над стадионом вертолеты. Ну а Карпаты при поддержке 45 тысяч зрителей на Львовском стадионе Дружба сокрушили Памир, цитирую советский спорт. Дебют матча команды разыграли осторожно, на невысоких скоростях. Но затем Карпаты оживились и перешли к стурму ворот Памира. Наиболее удачно взаимодействовала в эти минуты на правом фланге связка родин Суслопаров-Юрчишин. Душанбинские футболисты были явно не готовы к такому повороту событий. Оборона гостей стала допускать ошибку за ошибкой. В итоге, еще в первом тайме Юрчишин оформил хет-рик, на что гости ответили голом престижа на последних секундах матча 3-1. Футболисты Карпат не только получили звание мастеров спорта за выход в полуфинал, но и вполне могли выйти в финал. В Москве местные динамовцы после того, как Валерий Газаев открыл счет на 17-ой минуте, стали играть вторым номером в надежде удвоить успех в контратаках. Но при этом не стеснялись в средствах защиты своих ворот. Защитник Сергей Никулин устал сбивать гиперактивного Юрчишина. Динамо могло решить все вопросы на 75-ой минуте, но удар Максименкова с пенальти отбил голкипер Карпат Алексей Швайницкий. А вскоре прилетела ответка. На 88-ой минуте в динамовской штрафной сбивает Юрчишина, и Юрий Бондаренко перевел с пенальти поединок в овертайм, где все же московская динамо дожала украинского соперника 2-1. Гол Александра Минаева на 108-ой минуте не только вывел в столичных белоголубых финал Кубка СССР, но и в Кубок обладателей кубков, так как второй финалист Динамо Тбилиси стартовала осенью в Кубке чемпионов. Кстати, удивляться полуфинальному успеху команды из Галичины и Карпаты-Львов не приходится. Достаточно посмотреть на состав. Олег Родин, Юрий Суслопаров, Яруслав Думанский, Степан Юрчишин, Лев Броварский, Григорий Батич, Андрей Баль. Карпаты в 1979 году в блестящем стиле выиграют первую лигу так уверенно, что Родина и Юрчишина осенью позовут в сборную союза. Полуфинал ЦСКА Динамо Тбилиси тоже вышел огненным. Первый выездной матч в Кубке грузинская команда провела словно дома, особенно после того, как Александр Чивадзе на 23 минуте отметился автоголом, отдавал мяч назад, а голкипер Гогия его не понял 0-1 и понесся вперед грузинский шквал атак. Шенгелия, Кипиани, Гоча Мачаидзе, Хинчагашвили никак не могли переправить мяч ворота. Да что там с игрой, когда даже всенародный любимец всея союза, Гуцаев с пенальти едва не сломал перекладину возле верхнего левого угла ворот. Но буквально в следующей атаке до расселия продемонстрировал, как нужно забивать неожиданным ударом коварным, как написано в советском спорте, поразив ворота ЦСКА 1-1 в 73 минута. Дело дошло до овертайма, где Гуцаев полностью реабилитировался за свою пенальтийную неудачу. Владимир сделал такую крученую подачу с правого фланга, что Астаповский голкипер ЦСКА в прыжке выпустил мяч из рук, где Круглова подкараулил Кипиани 2-1 в 92 минута. После чего тбилисцы выстроили перед армейцами Кавказский хребет и полностью забаррикадировали единственную грузинскую военную дорогу. 11 августа 1979 года 60 тысяч зрителей на центральном стадионе страны в московских Лужниках стали свидетелями упорнейшей борьбы двух равных соперников под названием Динамо. В игровое время мяч так и не побывал в сетке ворот 0-0. А в серии послематчевых пенальти пришло звездное время голкиперов Атара Габелии и Николая Гонтаря, которые отразили по два удара. А когда стали пробивать до промаха, Габелия взял выстрел Валерия Газаева. Динамо Тбилиси побеждает 5-4 и во второй раз выигрывает Кубок страны в седьмом для себя финале. Браво! А вот состав триумфаторов. Атар Габелия, Тенгиз Сулаквилидзе, Александр Чивадзе, Шота Хинчагашвили, Давид Муджири, замена 61-ая минута, Нукзар Какилашвили, Виталий Дараселия, Манучар Мачаидзе, капитан, Вахтанг Коридзе, замена 46-ая минута, Давид Кипиани, Владимир Гуцаев, Гоча Мачаидзе, Ромас Шенгелия. Эти Биджо Нодара Парсадановича Халкадцы осенью накажут не кого-нибудь, а английский Ливерпуль сокрушат в Тбилиси 3-0, заставив говорить о себе весь футбольный мир. Более подробно про это событие я уже поведал на своем канале видео Динамо Тбилиси унижение Ливерпуля 1979. Так вот, эта победа была как глоток свежего воздуха в застойном болоте неудач советского футбола последних времен. Грузины своей суперигрой дали понять, что мы можем побеждать топ команды. Через год Тбилисская Динамо стартует в Кубке Обладателей Кубков, именно как победитель Кубка страны 1979 года. Странное было решение. Более подробное видео Динамо Тбилиси вместо Шахтера в Кубке Кубков 1980-81 версии. Но как бы то ни было, стоит признать, решение спортивных советских начальников было пророческим. Динамо Тбилиси в блестящем стиле выиграет Кубок Кубков. Высокое мастерство грузин признают во всем футбольном мире. Это будет пик признания грузинского футбола, который начался с победы в Кубке СССР 1979 года. С вами был Саныч, до новых встреч.